Ой, я сейчас сам такой пирог приготовлю. Поработаем карандашами. Играем с буквами. Один, два. Белый медведь. Хорошо поработал. Научу вас путешествовать. Бодоборода Снежные барсы Буда, привет! А что ты читаешь такое грустное? Ой, привет, дети! Красную книгу. Здесь написано про исчезающих животных. Да, это очень грустно. Так, дети, хватит грустить. Нужно срочно найти животных, пока они совсем не исчезли. Начнем мы со снежного барса. Так, Алтай, горы, лес, снег. Мы на месте. Начинаем копать. Бода, что ты ищешь под снегом? Барса, конечно. Он же снежный. Значит, под снегом живет. Бода, барсы живут в пещерах и ущельях, высоко в горах. А зачем вы меня тогда копать заставляете? Ищем ущелье в пещерах. Вот пещеры, в которых... В которых... Снежного барса тоже не видно. Спрятался, видать. Сейчас я его выманю. А как ты его выманешь? Давай сделаем для барса приманку. Бода, барс хищник. Он ест мясо, а не морковку. Эх, разбаловались вы у меня. И снег вам не пещера, и морковка не мясо. Всего. Сами ищите барса, а я в спячку залягу. Бода, проснись. Снежный барс нашелся. Вот еще. Развелось этих снежных барсов. Пошпать не дают. О, снежный барс. Нашелся. Ха-ха, и ничего там не исчезает. Все неправда. Воды, исчезающие животные, это те, которых осталось совсем мало. Во всем мире снежных барсов всего несколько тысяч. Во многих странах барсы находятся под охраной государства. Для барсов делают специальные заповедники. Ученые изучают барсов и ищут способы сохранить этот вид. Морфики, не повредите снежного барса. Его всего несколько тысяч осталось. И вообще, домой пора. Эх, ладно. Оставлю тебе фотоловушку. Будешь морфиком фотографии слать. Во, видите, фотография пришла. Итак, дети, теперь вы поняли, зачем нужны заповедники и как важно беречь природу. Да, Бода, поняли. Хм, сейчас проверю. Смотрите, что из этого делать нельзя. Нельзя оставлять за собой мусор. И вредить деревьям. А фотографировать можно. Ха-ха. Ой, это еще что? Морфики сажают деревья, чтобы помочь природе. Отлично, морфы. Вот, насажаем себе лес с горами и снегом. Тогда и у нас снежные барсы завидуются. Ха-ха-ха-ха-ха. Научу вас путешествовать. Птица киви. Привет, Бода. Что ты делаешь? Привет, дети. Сейчас я вам покажу. Вот. Ой, таракан. Это не таракан, а негдемик. Такое животное, которое живет только здесь. И больше нигде. Бода, ты имел в виду эндемик? Вот, имена. Бода, тараканы не эндемики. Эндемик – это бод. Птица киви, например. Живет только в Новой Зеландии. А-а-а. Хе-хе-хе-хе. Ой, не могу. Ой, держите меня. Хе-хе. Бода, ты куда? В Новую Зеландию, конечно. За птичкой. Так-так-так-так-так-так-так. Со своими хорьками въезд запрещен. Хорьки есть? Молодцы. Так. Хе-хе-хе. Эх-хе. Можно я сюда? Эй-эй-эй. Эй-эй. Ой-эй-эй-эй. Ой. Ну и где же эти ваши птицы, киви? Вот же они. Ты уже десять раз об них споткнулся. А-а-а. Да это же никакая не птица. Птица, птица, смотри. Лапки, крылышки, клюв. Бода, будь осторожен, ты сидишь в нее норе. Э-э-эй. Ой. Ой. Раз птицы, то пусть себе летают. Лети, птичка, летись. А им незачем. Но в Зеландии нет хищников. Ни змей, ни хорьков, ни диких кошек. Вот они и разучились летать. Непорядок. Рожденный птицей летать обязан. Сейчас устроим им хищников. Кого там обычно птички боятся? Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я хорек. Ра-ра-ра. Я серьезно. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ах так. Новозеландское правительство оберегает киви и не позволяет водить в страну хищных животных. Погодите-ка, если эндемиком стала нелетающая птица, то летающий таракан и подавно им станет. Смотри и запоминай. Запомнил? Ну, что я говорил, настоящий нигдемик. Ух ты! Вот и научил таракана летать. Была бы голова, а крылья делала наживное. Научу вас путешествовать. Подводный туризм. Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас подводному туризму. Это вот так пример. Бода, подводный туризм – это плавание в море глубоко под водой. Ну, вы насмешнили. Там очень красиво. Рыбы, морские цветы. Осьминоги, затонувшие корабли, киты. Ого! Тогда за мной! Стой, Бода! Надо сначала научиться пользоваться аквалангом в специальной школе. Дети! Я только что закончил школу аквалангов. А, ну, то есть, дайверов. И сейчас я научу вас учиться... Учу... Ой! Ух ты! Как красиво! Вот это да! Э, так, дети! Не отвлекайтесь! Нам нужно посмотреть. Эм, да. Рыбы. Рыбы. Есть. А теперь цветы. А вот и цветы. Цветы. Есть. Нет, Бода. Это рыбка. Эй, я имею в виду вот. Это медуза. Бода, осторожнее. Если до нее дотронуться, она может ужалить. Ай-яй-яй-яй! Дети, не трогайте медузу. Ищите цветы. Вот. Это точно цветы. Хе-хе. Сейчас букетик для мамы сверут. Актини называют морскими цветами. Но на самом деле это полипы. И они тоже могут ужалить. Дети, не трогайте цветы. Ищите осьминога. А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ой, чего это? Хе-хе-хе. Бода, это осьминог. Если его напугать, он может выпустить защитные чернила. Или даже ужалить. Я ради них школу окончил! А им лишь бы ужалить! Так, остались затонувшие корабли. Дети, что мы делаем, когда не можем чего-то найти в незнакомом месте? Спрашиваем у прохожих. Правильно! Молодой человек, не подскажете, как пройти к затонувшему кораблю? Бода, это акула! Ой, смотри, птичка! Ух, чуть не ужалило. Бода, смотри, затонувший корабль! Ух ты! А что я вам говорил? Подводный туризм – это очень положительно. Так, сейчас перекусим и будем искать кита. Сок. Не хочу. Бутерброд. Тоже не хочу. Все, дети. Под водой хорошо, а дома вкусней. Передайте киту, что я его не дождался. Пусть зайдет ко мне, как освободиться. Ну ладно, ладно. Фото на память. Ух, перри. И... И... Вода. 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 Тихо все! Вода Барона. Буква У. Ой, что вы тут устроили? Ко мне сейчас дети придут Ну-ка, быстро порядок наведите Считаю, до пяти ананасов Ананас, 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 ананас Груша, ну как бы ананас? То-то Теперь можно здороваться Привет, дети Привет, Бодоборода Сегодня я представлю вам букву У Эй, буквы У, куда вы подевались? Все, У нет У Ладно, сейчас так объясню У, она как рогатка, вот Понятно? Понятно Ну, раз понятно, пошли искать букву какую? У Правильно Так, 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 так Ну что, бегемот, попался? Давай букву У, а не ту сам найду Нет, это слон Ищем в слове рогатку Нет рогатки Слон, где ты спрятал нашу У? Буква У есть в слове... Не учите меня, я сам знаю О, ленивец, дай мне финики У ты, дай мне букву У Это не ленивец, а енот И в этом слове нет буквы У Что это с ним? Буква У есть в слове Где есть буква У, я и сам вам покажу Следите за мной Дети, что это за птица? Это ворона Ворона Скажи, в слове ворона есть буква У? Ух ты Я нашел букву У Скорее смотрите Бода, это за А Ах ты, ворона, неграмотная Верные мои морфы Вы славно послужили мне Но буква У потеряна безвозвратно Мы потерпели поражение Нет больше Нам здесь больше делать нечего Мы уйдем, исчезнем Спрячемся навсегда Бода, не прячься навсегда Не мешайте мне страдать Так, 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 так А где рогатка? Караул? Рогатка пропала Бода, вот твоя рогатка Ой, рогаточка моя Надо проверить, вдруг сломалась Что это там висит без разрешения? Сейчас узнаем Утюг Мусы Буха Стул Отлично рогатка работает Все, теперь я пошел уходить навсегда Подожди, Бода Вот же буквы У Где? Вот 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 и вот Как вы только заметили Вот это да Это ж надо, как хорошо я вас научил Теперь ты можешь нюхать и рассказать нам про букву Да, да, сейчас расскажу Смотрите, дети Это ух, она похожа На рогатку Вот, другое дело А то учишь вас, учишь Учишь КАМЕННАЯ ВОЛНА КАМЕННАЯ ВОЛНА Ты не сможешь на ней заниматься серфингом Хватит разговоров Австралируйте меня скорее Пока волны не закончились Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Вот это волна Сейчас, дети Я научу вас доскингу Морфы Доску Ладно Я сам Первым делом Надо проверить Теплая ли водичка Эх Ой Водочка, ты что? Ой Уф Вода теплая Поплыли Эх Хорошо А теперь Бода Твоя волна скрипит Хм Странно Не слышу рыб И не вижу чаек Эх Все понятно Волна сломалась Но не волнуйтесь Бода все починит Оп Хе-хе Опа Хе-ха Так Вот так вот Раз-раз Тут починеть Здесь постучать А ну Как-то так Она чинится Бода Она каменная Каменная волна Настоящее Природное чудо Каменная волна Образовалась Миллионы лет назад Она из гранита 15 метров В высоту А длина Больше 100 метров Это ветер и дожди Постарались И сделали ее таком Ветер и вода Много прекрасного Оставили по всему миру Ага Вода Все же была вода 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 Тогда я просто подожду Когда придет сантехник Или когда придет дождь Дождь не поможет Бода Вокруг каменной волны Сделали барьер Засечающий ее от воды И от разрушений Ветер и вода Выточили каменную волну А люди любуются И берегут Осторожно Не повредите волну Морфы Может вы еще Вздумаете тут На доске кататься Ай Что происходит Волна меняет цвет Какая красота Эх Такую волну Не уберегли Испортилась Она не испортилась Каменная волна В течение дня Меняет свой цвет Хм Так Я понял Что все знал С самого начала Вот зачем нужна Каменная волна Зачем? Чтоб делать Красивые фотографии А бороды При этом у вас Не намокали Хе-хе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому